Здравия и осознанности! Моё имя Арий Радослав и сейчас я хочу более пристально рассмотреть некоторые артефакты из Месопотамской коллекции, которые хранятся в Московском музее изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина. Напоминаю, что Месопотамия это такой важный регион, который многими историками и людьми, интересующимися историей, мыслится, если не как изначальный исток цивилизации, то, по крайней мере, как одна из важнейших колыбелей, если не важнейшая. По многим официальным датировкам Месопотамия датируется чуть древнее Египта и споры историков о формировании государственности, споры историков о формировании городов, где впервые это было создано именно в конечной форме. Они пока ещё не увенчались каким-то однозначным результатом, тем не менее, в воззрениях многих людей Месопотамия – это именно исток человеческой цивилизации. Или, по крайней мере, один из важнейших этапов начального формирования человеческой цивилизации. Как я уже говорил в видео, в котором я рассматриваю вкратце большинство артефактов Месопотамской коллекции, Месопотамия – название региона между реками Тигр и Ефрат. Изначально там жило достаточно много древних народов. Позднее часть из них смешалась, часть из них вымерла, часть из них взаимоассимилировалась. И тот народ, который вышел на историческую арену, тот народ, который был зафиксирован в разнообразных исторических источниках, в частности, письменных, тот народ, который оставил от себя достаточно многое количество древних предметов – это шумеры. Позднее шумеров отчасти вытеснили, отчасти начали ассимилировать акации. Позднее в этом регионе были разнообразные войны, разнообразное взаимодействие, что в результате привело к формированию Ассирии и Вавилонии. В частности, сейчас я предлагаю рассмотреть булавы, изображенные на рельефах ассирийского происхождения. Во-первых, на этих рельефах, кроме булав, много чего еще интересного. Это и гривны, которые украшают запястья, другие части рук и ноги князей и их помощников, а также некоторых богов. Это и символика Солнца, которая размещается на запястьях и в других местах. Это и священные знаки Ратайи. Это и изображение мирового древа, изображение крылатого Солнца, изображение знака Аллатарра. И достаточно много чего другого, также важного и также заслуживающего рассмотрения. Пока рассмотрим булавы. Булавы присутствуют, как мы видим, и на изображении князей, и на изображении бога. Также ясно видим, что здесь булавы практически в том же значении, в котором они использовались в Речи Посполитой, в частности, казаками, практически еще 400 лет назад. То есть мы видим, что тот символ, который является очень древним, тот символ, который присутствовал даже в Месопотамской шумера-аккадо-вавилоняно-ассирийской цивилизации, он сохранялся нашими прямыми предками еще достаточно недавно. С другой же стороны, нужно также уточнить, что булавы отнюдь не были придуманы или впервые как-либо использованы в Шумере. Самые древние булавы находят как раз на территории Трипольской культуры, на других территориях, где позднее появились славянские народы. Нужно понимать, что славянские народы появились не поздно, и они появились не из ничего. По сути дела, славяне – это название народов, придерживающихся ведическому мировоззрению и прославляющие богов. Так назвалась часть европейских народов, которые на определенном историческом периоде сохранили свою приверженность и верность ведическим знаниям. И с тех пор название славяне уже стало приписываться не по духовным воззрениям, а исключительно по этническому признаку принадлежности к тем народам, которые, как я говорил ранее, на определенном историческом этапе сохранили свою духовную самобытность и приверженность ведической традиции. Поэтому, в принципе, можно сказать, что те народы, которые жили и позднее разошлись из трепольской культуры, народы индоевропейской общности – это также были славяне, если говорить в духовном плане, и предки славян, если говорить в генетическом плане. Например, можно видеть булавы, которые хранятся в Одесском археологическом музее. Можно видеть древние каменные навершия булав, которые хранятся в Московском историческом музее. Важно отметить качество изготовления древних каменных булав, которым в районе 6000 лет, а может быть и больше. Они были найдены с территории исконного расселения славян. Сейчас они хранятся в Московском историческом музее, в Одесском археологическом музее, в некоторых других музеях Украины, России и не только. Они по своему времени происхождения и использования отчасти предшествуют, а отчасти являются тех же времен, что и булавы в Шумерии и Аккаде. И мы в какой-то степени даже по использованию булав можем проследить распространение ведических знаний, распространение индоевропейских народов. Относительно принадлежности шумеров к индоевропейцам или непринадлежности шумеров к индоевропейцам, Относительно принадлежности акадцев к семитам или нет, и относительно того, кем тогда считать вавилонян и ассирийцев, в которых однозначно перемешались шумеры, акадцы, хуриты, метани, коситы и ряд других древних народов, можно строить отдельные теории и писать книги. Но однозначно известные факты, как шумерские цари, как шумерские жрецы, всячески почитали и восхваляли священную страну Аррата. Сейчас многие пытаются построить теории, по которым Аррата – это Индия. Но это достаточно странно, поскольку Индия себя Арратой не называла, и исторически как-либо зафиксированных государств на территории Индии с названием Аррата в принципе не обнаружено. С другой стороны, позднее шумеры, акадцы были вытеснены и заменены, и на момент распространения арабской цивилизации их останки также влились в арабский этнос, и сейчас жители Ирака – это ассимилированные арабами потомки тех древних народов. Так вот, арабы, приняв в себя часть древней генетики, приняли в себя и часть древних знаний, и они называли территорию Западной Украины именно Арратой. Таким путем можно ясно провести параллель и понять, где находилась древняя Аррата. Можно понять, что это совершенно не Индия. В конце концов, потомкам шумеров лучше известно, что имели в виду их предки, описывая Аррату. К тому же, если разбирать о путешествиях и маршрутах путешествий шумерских царей в Аррату, то предположить, что это Индия, как-то странновато. Для путешествия в Индию им достаточно было бы использовать просто корабли. И всё, выплываем из Персидского залива и подплываем к Индии. Там практически как бы и нечего делать. Это намного меньше, чем те же самые финикийцы и египтяне, которые плавали по всему Средиземному морю. Но шумерские источники описывают путешествие в Аррату крайне сложным и крайне запутанным. Нужно было преодолевать и горы, и моря. И лучше всего такое описание как раз соответствует путешествиям древних шумеров на территорию нынешней Украины и прилегающих регионов. Например, помним, что шумеры – это территория нынешнего Ирака. Соответственно, им нужно преодолеть территорию перед Кавказом, территорию Анатолийского полуострова, и добраться до Чёрного моря. Дальше им нужно преодолеть территорию Чёрного моря и добраться до степи, или же, возможно, подняться по Днепру, Днестру, Дону или Дунаю. Соответственно, в любом из этих вариантов присутствовал достаточно усложнённый маршрут, если сравнивать его с тем, как просто сесть в своём родном городе Ури или Уруки, спуститься в Персидский залив и доплыть до Индии. Чтобы добраться до Индии, шумерам, в принципе, не нужно было преодолевать горы. Те, кто считают, что имеется в виду Иранское Нагорье, то поймите, вы сами себе противоречите. Нет смысла преодолевать Иранское Нагорье, а позднее преодолевать ещё Персидский залив. Просто если предположить, что шумеры добирались из Ирака в Индию по суше, то, соответственно, да, им можно было пройтись или вдоль берега Иранского Нагоря, так сказать, и добраться до Индии, или, соответственно, морем. Но не нужно было одновременно это делать и по суше, и по морю. Или как, одна нога здесь, другая там. А вот что касается добирания именно до территории Украины, то тут добраться по суше сложновато, потому что в любом случае пришлось бы обходить, например, если из Ирака через Анатолию, через Кавказ, через множество гор, ущелий, неровностей, через множество там живущих народов, с которыми, с некоторыми есть мир, с другими война, народы друг с другом воюют, короче, сложностей здесь куча. Поэтому, если уж добираться, то через Анатолию к Чёрному морю и через Чёрное море, соответственно, к Украине. Таким путём Аррату можно однозначно атрибутировать. И символика креста в круге знака Ратайи – это символика именно ведической цивилизации, центром которой была Аррата, позднее Бхарата. И, соответственно, тризубы, которые также были атрибутами многих богов, почитаемых в Шумере. И, соответственно, те же самые булавы, знаки Аллатара и многие другие аспекты символики. Просто здесь я привожу, с одной стороны, изображение булав как атрибутов богов и царей в Ассирии. Ну, по сути дела, это всё аналогично и для Вавилонии, и для Акада, и для Шумера. И, с другой стороны, показываю реально существующие булавы, используемые на Украине, точнее, в Речи Посполитой, времён 15-16 столетия. А также показываю древние каменные булавы, которыми пользовались наши предки 6, 5, 4, 7 тысяч лет назад. Самые древние из этих наверший каменных булав, они старше, старше первичных очагов цивилизации в Междуречии. Также прошу обратить ваше внимание на чрезвычайно высокое качество изготовления каменных орудий, каменных наверший булав, наверший молотов и топоров. Поймите, насколько это... ну, просто сказать, что это качественно, сказать, что это высокая технология, значит ничего не сказать. Это просто предмет совершенства, он совершенен со всех сторон, им удобно пользоваться, его удобно крепить на любой, в принципе, палке. Он совершенен, симметричен и так далее. Просто такие каменные топоры и такие навершия булав примитивным способом, ударом камень о камень, не изготовить никогда. Никогда. Или, по крайней мере, если изготовить, то с одной стороны с одной симметрией, с другой стороны с другой. Общую симметрию простыми ударами камня о камень и сколами постоянными, часть из которых будет делать хаотические изменения формы, такого не добиться никогда. Советую осмыслить данные знания. Если у вас есть что проверкнуть, что дополнить и так далее, буду рад разумному, осознанному диалогу или дебатам. Поэтому желаю вам разумности и успехов в духовном развитии. Продолжение следует...